Аня, ну знаешь, на что похоже? Только попробуй произнести что-нибудь в духе какашек и соплей. Как козявка. Юмичу. Ой, смотрите, ребят, что я в нём обнаружила. Кладбище Лизунов. Если мы их оживим, то получится, что они зомби? Почему он сопливый, Юми? Потому что он зелёный. Я тебя накажу. А я на тебя обижусь. Я, кажется, обнаружила, что невидим кундаушки с Алиса. Мы только испортили их обоих. Ты его не клади, а как бы наливай сверху. Привет, ты на канале Magic Pets, я Эйван. Батя, а я покемон Юмичу. А я Чухуахуа, Софи, привет. Миш, иди сюда. А я уже иду, я, я, я Миша, лайк. Вот, привет. Я же недавно, я Киса Алиса, привет. Итак, в прошлый раз мы проверяли просто гигантское количество лизунов, слаймов, фендгаммов и всяких таких штук. Как настоящие лизуна-доктора. Да, это была странная идея Юмичу. Короче, мы делили их на две команды. Здоровые антистрессы и больные. Нездоровые шли в отделение для лечения, а из здоровых мы начали творить большой, волшебный, космический мэджик-арт. Короче, картину из лизунов, которую сегодня мы продолжим. Но для начала нам нужно проверить еще кучу антистрессов. Алис, а что ты там делаешь? Я должна пару следить, чтобы тот, кто смотрит это видео, подписался на канал. Обязательно, понял? Это такая красная кнопка внизу. Подписывайся давай, я слежу за тобой. Внизу, вот там. Да, уж лучше слушайся кота-монстра. И ставь лайк, говори. Да, Миш, говори, а то у меня что-то зачезалось. Ставь лайк, если любишь с нами антистресситься. Молодец, Мишаня, а теперь про комментарии. А что про комментарии? Короче, пиши вот там внизу свои комментарии. Потому что они появляются в видео. Вот так, вот тут. Юмичу, тогда про вопрос тоже скажи. Вопросики голосуй. Привет, ребята. Ой, 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 Ань, ты что так пугаешь? Ой, София, извини, вы меня звали, я пришла. Что делать будем? Продолжать. А, ну да, мы же не закончили вашу работу в лизу над докторами. Да. Дело не в лизу над докторах. А в том, что нам нужно закончить мэджик-арт. Легкий пластилин. Все такое неподходящее, убираем другое видео. Как скажете. А я до сих пор в шоке, отношу видео на мэджик-сэмли. Ты про нашу поездку в приют? Ну да, которая сегодня вышла. Где ты ходишь по магазинам, покупаешь все в приют. 30 тысяч рублей на помощь. Да, а еще отвезла разные подарочки бездомным собачкам. И от мэджика все передала. Видео не только грустное, но и интересное. Это точно, 1600 собак. Это самый большой приют, в котором я была. Я впервые увидела столько собак в одном месте. Ну, я думаю, мэджики посмотрят это видео. И увидят мою реакцию. Эх, ребят, по-моему, этот слайм испорчен. Он как кусочек мыла. Надо обязательно ссылку в описании оставить на то видео. 1600 собак. Порвался. Смотрите, ребят, он ломается на кусочки. Короче, он больной. Между прочим, в новом видео Аня не только в приют ходила, но и в собаке кафе. И в таком наверняка не был. Так что увидишь, что это такое. Обязательно посмотрите ролик о помощи и поставьте лайк, чтобы помочь бездомным песикам найти дом. Пусть хоть один будет справлять Новый год в семье. А на Анином канале ты пропустил целых два новых ролика. Ссылки мы все внизу оставим. Вот там. Какая киса Алиса молодец. Мы тоже молодцы. Конечно, молодцы. Что это? Эээ, странное что-то. Да, это вроде как хендгам, антистрессик, но... Мдайка, мдайка, мдайка. Юми, нет, лизать нельзя. Мы же договаривались. Аня, ну знаешь, на что похоже? Только попробуй произнести что-нибудь в духе какашек и соплей. Ну вообще-то она похожа на... Это просто очень сильно засохший слайм. Аж ломается на кусочки. Как козявка. И цвет у него похож. Юмичу. Правда же, козявочка. Юми. Ну а что, нет что ли? Открой вот эту баночку, Ань. Эй, ну это же воздушный пластилин. Ты что, читать не умеешь? Давай лучше вот эту большую сиреневую банку. Умею я читать, просто не прочитал. Да, сам таки Суалису и Юмичу в школу отправляешь. Я просто не увидел. Открывай лучше давай, кто там? Там кто-то большой. А цвет-то какой красивый. Банка больше моей руки. Наполовину полная. И похоже там здоровенький лизун. Бледно-сиреневого цвета. Давайте посмотрим. Давай проверим, здоров он или нет. Что надо делать? Ань, ну ты как ребенок. Все тебе заново объяснять. Помни его. Порастягивай. Пожамкай. Короче, пантестрессиво. Ну да, вы-то продвинутые, не то что я. Смотрите, как он тянется. Ой-ой-ой, какая колбаса. Я все модные штуки от мэджиков узнаю. У меня же времени на это нет. Я последние годы только и занимаюсь тем, что строю мэджикаус. И скоро мы туда заедем, да? Ты обещала до нового года. Ой, смотрите, ребят, что я в нем обнаружила. Большие круглые шарики пенопласта. Слушайте. Короче, этот парень отлично тянется. Отлично хрустит. И вообще он очень прикольный. Мне тоже нравится, особенно цвет. Смотри, кисалис. Да, ловый. Значит, идет наш мэджикард. Куда мне его положить? Положи-ка его вниз под голубой на коричневый с пупырышками. Отлично, Ань. А теперь давай фиолетовую баночку. Баночка, кстати, эта запакована. Тогда должен быть полностью здоров. Сейчас посмотрим, что-то не получается открыть. Так, ух, получилось. И похоже, ребята, все-таки он не новый. И вообще это слизь. А почему не новая? Потому что тут лежит браслетик из резинок. Вряд ли он там должен лежать. Как думаете? Ладно, не важно, Ань. Смотри, какой у нее цвет крутой. Да, такой ярко-ярко-розовый. Мне кажется, ребят, что слизь в вашем арте бесполезна. Она, в отличие от слаймов, слишком легкая. Она не растекается, не приобретает форму. Да, как... Юличу, только попробуй скажи. Как-как-как-как сопли. Все, нельзя лизать слизь. И это не сопли. Да, это антистресс сопли. Ладно, клади ее пока что в палату, к тем, которых будем лечить. Да, ну и видок. Кладбище лизунов. Интересно, получается, куча мертвых лизунов. Если мы их оживим, то получится, что они зомби? Зомби-лизуны? Этот желток тоже болен. Упал как камень. А по поводу зомби, Юмичу, может быть, ты и права. То есть, после вашего арта будем снимать воскрешение лизунов? Я лично без понятия, как это делать. А вот межики-то нам и подскажут. Подскажут, как их воскресить. Так, ну что ж, это похоже какой-то хендгамчик. Ой, шерсть ваша нацепилась. Внутри как будто есть какая-то парочка блесточек. Он похож на жевательную резинку. Ань, он нам по-любому не подходит. Потому что он не растекается. Ясно. А мы его уберем в какую-то другую команду или он пойдет в палату? Давай в палату его. Хочу вот этот сопливый. Почему он сопливый, Юми? Потому что он зеленый. Я тебя накажу. Ой-ой-ой, свое мнение выразить нельзя. А я на тебя обижусь. Юми, ну правда ты все коричневое называешь какашками, зеленое козявками, текучее соплями. Так нельзя. Ладно, ладно. Не дуйся. Мне кажется, для вашего мэджик-арта салатовый цвет как-то не очень подходит. Хотя этот слайм очень прикольный. Отлично тянется. Здоровый. То есть в палату к зомби-лизунам он не пойдет, правильно я понимаю? Не пойдет. А что тогда? Он пойдет в наш арт. Будет ярким зеленым пятном. Тем более салатовый мой цвет. Очень красивый лизунчик. Киса-лиса, смотри какой красивый лизунчик. Ничего не вижу, я занята. А что ты делаешь? Я кажется обнаружила штору-невидимку. А, в смысле? Надеваешь штору и ты невидимый. Да уж, киса-лиса. Вообще-то любой, кто зайдет за штору, станет невидимым. Неправда. Тебя совсем не видно. Блин, просто она кончилась. Вот так проходят наши дни. Ладно, понятно. Кладу слайм сюда. Так, одобряю. Сойдет. Киса-лиса, ты куда? Пойду поищу ковер-невидимку. Ладно, давай продолжать наш арт. Да уж, наши веселые будни. Ладно, смотрите, в этой коробке большой коричневый слайм. Только попробуй Юмичу что-нибудь сказать. Ой, да молчу я. И похоже, что он болен. Кстати, ребят, он похож на горячий шоколад. Но, кажется, да, уж слишком липкий. Но ты все равно попробуй его достать. Так, очень сильно прилипает к рукам. Значит, у него синдром прилипания. Похоже, что да. В палату к больным его. Это не так-то просто сделать, Эйвен. Надо его как-то отлепить от моих рук. Похоже, мне придется пойти помыть руки. Так, я, кажется, нашла коробку-невидимку. Кисалис, если ты ничего не видишь, это не значит, что тебя не видно. Вся ты вырос и Юмичу, ты меня не видишь. Ну что, ребятки, я вернулась, продолжаем. А мы как раз и сложили оставшиеся антистрессы. Осталось 13 штук. Так, ну что ж, давайте их проверим. Возьми вот этот с белой крышечкой. Так, открываю. Ой, кажется, это даже не слайм, ребят. Для вашего арта он точно не подходит. Отправь-ка его на лечение. Ладно, посмотрим вот этот. Ой, какой смешной. Пахнет ванилькой. Нет, запахло чем-то типа кофе с молоком. Он что, с ароматизатором? Ну, бывают же такие. Некоторые антистрессы очень вкусно пахнут. Чувствуешь? Да. Ну что, что мы будем с ним делать? Слишком много пенопласта. Отправляй его в палату. Послушно выполняю ваши команды, как скажете. Это ваш арт, и решайте вы. Смотрите, тут несколько одинаковых баночек. Но, кажется, в них разные антистрессы. Так, ух ты, это даже не антистресс. Как вы там поживаете, наши маленькие зомби? Смотри, Софи. А, это шарики, чтобы делать антистрессы самому. Ты оставь их. А давай откроем какой-нибудь из этих пяти баночек. Давайте вот это. На ней написано Animagic Slime. Ань, ты, конечно, прости, но можно я кое-что скажу? Ну? Видимо, девочка, которая его делала, считает, что ты похожа на знаешь что? На что, Юмичу? Ну, посмотри, какого цвета твой слайм. Я не думаю, Юмичу, что мой родной Мэджик считает, что я похожа на какашку. Если ты об этом, как всегда. Я бы даже сказала, он с розовым оттенком. Кстати, он здоровый, очень прикольный, мягкий, нежный. И тянется классно. Вообще-то я имела ввиду шоколад. То есть мой слайм коричневый, потому что девочка считает, что я похожа на шоколад. Молочный. На конфетку. Добавляю его в арт. Смотрите, а вот эти все одинаковые коробочки, они все новые, они закрытые в упаковочную пленку. Ну ты открой, посмотри-то. Они все явно из магазина, и по-моему, это все не слаймы. Кажется, Ань, это наполнители. Чтобы делать антистрессы самому. Предлагаю их не проверять. По-почему? Потому что давайте их оставим для другого видео и сделаем какой-нибудь антистресс. Своими руками. И как раз используем эти новенькие коробочки. Голосуем, ребята. То есть открывать их сейчас не будем? Ань, ты что тупишь? А, что? Ну, для арта они точно не подойдут. А в палату их класть не хочется. Они же не больные, они новые. Все-таки мне кажется, это слаймы, а не наполнители. Ну все равно, давай оставим их на другое видео. Ладно, как скажете. Осталось 4 слайма. Давайте их быстренько проверим и будем заканчивать ваш арт. Это Magic Slime. Интересно, почему это он Magic Slime? Кажется, я лично уже догадалась. Потому что у него невероятный Magic цвет. Помните наш Magic Ball? Помните мой Magic Medallion? Короче, потому что этот слайм похож на космос. И, кстати, ребята, по-моему, он абсолютно здоровый. Ну да, не может же Magic Slime быть больным. У него очень красивый цвет, точнее сочетание цветов. Он прекрасно тянется. Он очень тоненький и такой приятный на ощупь. Прям мягенький. Укладывай его туда, Аркань. Положи его, пожалуй, на мой салатовый. Чтобы его немножко замазать, и он оказался как бы внизу. А сверху только сочетающиеся цвета. Как скажешь, Мишаня. Так нормально? Отлично. А этот слайм зеленый, потому что на нем было написано, что он Мишин. И, по-моему, он в нормальном состоянии. Он так классно тянется, как сжевательная резинка. Аж прозрачным становится. Ну что, ребят, будем добавлять его в ваш арт? Как Миша скажет. Наш арт не зря называется Мэджик, потому что он космический. И мы уже добавили один зеленый слайм. Я говорю нет. Ну ладно, а слаймик-то хорошенький. У нас еще осталось два слайма. Давай его смешаем с Юминым желтеньким. Ну, давайте попробуем. Ох, какой же он тянучий. Только руки от него немножко как будто жирные. А вот и слайм покемона Юмичу желтенький. А вот он как раз не очень здоров, по-моему. И смешав его с Мишиным зеленым, мы только испортили их обоих. Значит, оба в палату на лечение. У нас остался последний слайм. Слайм Софи. Розовенький, мой цвет. Да, Софиша. И кажется, он здоровенький. К рукам не прилипает. Хорошо тянется. Пластичный. Мягенький. Давай украсим им наш арт напоследок. Ты его не клади, а как бы наливай сверху. Да-да-да, вот так. Отлично. А что мы будем делать с нашим получившимся кладбищем слаймов? А зомби мы воскресим в другой раз, все мэджики напишут рецепты воскрешения. Хорошо, Юмичу. Ну что ж, вот он ваш мэджик-арт. Картина из слаймов. По-моему, очень красиво получилось. Получилась, конечно, очень красивая слайм-картина, ребят. Но зачем она нам? А мы не знаем. Не знаю. Просто прикольно. Ну да. И все? Пусть мэджики напишут в комментариях, что с ним делать. Может его помучать. Да, пусть мэджики дышат. Засушить, заморозить, вылечить больных и смешать их. Решайте. А ты, слушай, иди смотри новые ролики. Где ссылки? В описании, Алиска, всегда. Ссылки на новые видео внизу, да? Да-да. Мы тоже сейчас будем смотреть. Иди смотри, там много новых крутых видео. Увидимся.